Утренним войскам президент России по Красной площади несет капитан Андрей Горбатко. Во время Великой Отечественной дивизия сражалась с фашистами на Западном и Волковском фронтах. Участвовала в обороне Москвы. За 80-летнюю историю дивизии 12 военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. И столько же удостойны звания Героя России. Солдаты именно этого соединения на историческом параде Победы в 45-м бросили к подножию Мавзолея фашистские знамена и штандарты. И Московское Суворовское училище участвует в парадах Победы 45-го года. Первыми его воспитанниками были дети офицеров и солдат Великой Отечественной, сироты, сыновья полков. На сегодняшнем параде Победы в строю 296 суворовцев, которые боролись за право участвовать в параде все три года учебы. Ребята-суворовцы занимаются и по школьной программе, но изучают они, естественно, и специальные дисциплины. Тактику, огневую подготовку, военный перевод. За время своего существования училище подготовило более 11 тысяч выпускников. Вот сейчас мы сразу с вами видим и бывшую дивизию Медзержинского, дивизию особого назначения внутренних войск и суворовцев. И вот уже Нахимовское военно-морское училище вступило на Красную площадь. Порсантам за три года дают основы знаний и необходимых современным офицерам. Вопускники могут без экзаменов поступать в военно-морские вузы. Тысячи Нахимовцев из Петербурга стали офицерами флота, многие из них адмиралы, командиры подводных лодок и надводных кораблей. Первые Нахимовцы сели за партой в 44-м году, их тогда было 405 человек. Некоторые успели вернуться с фронта с наградами. У многих на Великой Отечественной погибли родители. С 48-го года и до наших дней торжественная церемония выпуска проходит на борту крейсера «Аврора», пришвартованного рядом с училищем.